Город Харьков. Лето 2019 года. Улица Москалевская возле Основянского моста и завода имени Шевченко в Новобаварском районе. Приглашаю на прогулку в парк имени Квитки Основьяненко. Парк был заложен Федором Квиткой, отцом писателя Григория Квитки Основьяненко в 1770-е годы. В 19 веке парк неоднократно благоустраивался. В нем стояли беседки и розари, были аллеи для конных прогулок. В 1889 году парк насчитывал более 80 пород деревьев, а в 1920-40-е годы парк сильно пострадал от вырубок деревьев. В советский период в парке устроили лавочки на аллеях, детские площадки. Потом, после развала Советского Союза, здесь все пришло в упадок. Реконструировали парк в 2010 году, а с лета 2017-го началась полная реконструкция парка и стадиона Маяк, который находится рядом. В парке было организовано освещение, в некогда заброшенном парке появились фонтаны, каскад, скейт-парк и аккуратный зеленый газон. Есть большое футбольное поле, в конце его, как видно, есть тренажеры. Рядом жилые дома, частный сектор есть и многоэтажные. Мне нравится, что в этом парке, на первых, вот где склон, не ступеньки, а ровный спуск, подъем. То есть, и на велосипеде дети, и на самокате, и с коляской удобно гулять. Чем-то, кстати, вот эти склоны напоминают, как парки в американских фильмах, да? Подстриженные газоны, и солнышко так падает красиво, да? Ну вот, на травке мамы с детками отдыхают, на газончике. Здесь есть сцена, я не знаю, мы первый раз, но, наверное, на ней проходят какие-то мероприятия, выступления, концерты. А меня вот заинтересовало в сторону, вот асфальта, тропинка уходит в сторону реки. Да, как и было написано на Википедии, в последние годы в парке идет активное благоустройство, но берег самой реки пока еще как бы не доступен. Он поросший травой, камышом. Река не очень полноводная, с не очень активным течением. О, красиво, живописно, но мусора навалено прилично. Давайте подойдем к воде. Обожаю наши реки, нашего края, всегда так живописно, так приятно на берегах. Ивы, деревья вдоль реки, камыш, рогоз, кувшинки. Вода, конечно, мутная, цветет. И так отдыхаешь, свежий воздух, конечно, в парке у воды. Музыка. 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 Если вспомнить историю, то в этих краях останавливался великий Айвазовский писать свои работы. В поместье был театр, где устанавливались званые вечера и представления, куда приезжал Александр I, царь Российской империи. Честно говоря, я был приятно удивлен, что совсем не в центре города Харькова я встретил современно благоустроенный парк. У меня на канале вы найдете множество видеосюжетов о городе и не только. Подписывайтесь на новые, жмите колокольчик, чтобы не пропустить прямые трансляции. С наилучшими пожеланиями, всем теплый привет из парка имени Квитки Основьяненко. Субтитры создавал DimaTorzok